Уважаемые политики и общественные деятели, дорогие друзья, члены Евразийского экспертного клуба, уважаемые журналисты, благодарю всех вас за то, что приняли участие в нашем круглом столе. Мы живем в непростое время, мы ищем непростые решения на непростые вызовы современности, и наша конференция, круглый стол, который называется «Перспективы и возможности развития Евразийского экономического союза» после объявления коллективным Западом экономической войны России, сегодня это попытка научно-экспертного сообщества Армении найти приемлемые развития для процесса развития интеграции на постсоветском пространстве и участия нашей страны в этом процессе. Сегодня у нас выступающие не только в этом зале, но и в онлайн-режиме, мы благодарны Евразийской экономической комиссии, потому что сразу после выступления послов у нас будет выступление нашей соотечественницы, директора Департамента развития интеграции Евразийской экономической комиссии Гуар Барсегян, а также ведущего научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, доктора экономических наук Азы Ашотовны Мигранян. В режиме онлайн мы будем слушать также их выступления. Позвольте начать нашу конференцию, приступить к приветствиям. Слово предоставляется чрезвычайному и полномочному послу Российской Федерации в Республике Армии Сергею Павловичу Копыркину. Пожалуйста, господин посол. Спасибо, Ара Миленович. Уважаемые участники Круглого стола, я хотел бы вначале поблагодарить организацию интеграции развития за сегодняшнюю встречу. Встречи, безусловно, имеют крайне актуальную тему. Важно, что мы собираемся здесь, в Доме русской книги, в достаточно оперативном режиме, чтобы обсудить то, как нашим странам надо реагировать на происходящее сегодня. Также хотел бы отметить начало, что мы в этом году отмечаем юбилеи наших дипломатических отношений Российской Федерации Республики Казахстан, Республика Армения. 30 лет. Что касается нашей России и Армении, то в этом году еще один есть у нас юбилей 25 лет. Описание договора о другом без сотрудничества и взаимной помощи. И также еще есть один юбилей. 2 января мы отметили 7 лет с момента вступления Армении в ЕС. Ну, такой полу-юбилей. Тем не менее, хотел бы это также отметить, этому была приурочена публикация вашей организации сборника статей «7 лет членства Армении в ЕС. С успехи, уроки и перспективы евразийской интеграции», в котором наглядно продемонстрированы те достижения, которых достигла Республика Армения за годы своего членства в Союзе. Сегодня, конечно, прежде всего Российская Федерация, ее партнеры, союзники, наши интеграционные объединения испытывают серьезный прессинг в связи с той войной, по сути дела, экономической войной, которая не только экономической, информационной, политической, которая развязана коллективным западом в отношении России. Ну, сама по себе эта война, это, в общем-то, продолжение той линии на сохранение своей гегемонии, прежде всего Соединенными Штатами, коллективным западом в современном мире. В общем-то, той линии, которая и лежит в основе той ситуации, с которой все мир в целом сталкивается сегодня. Россия, это всем хорошо известно, всегда выступала и выступает против какой-либо гегемонии за развитие международных отношений, в том числе экономических отношений на основе принципов равенства, уважения и интересов друг к другу, взаимовыгодности. Но, к сожалению, такая линия, в том числе в вопросах безопасности нашими западными, так называемыми, партнерами, не была принята. В результате мы имеем нынешнюю ситуацию. Но та экономическая, политическая война, которая развязана в отношении России, ставит под вопрос, является своего рода катализатором тех изменений в мире, которые давно назрели. Изменения, которые идут в разрез с линии на гегемонию, которые идут в разрез с американской моделью глобализации, основанной на господстве доллара, финансовых институтов, международных финансовых институтов, контролируемых Соединенными Штатами и объективно создает давно уже назревшие предпосылки очень серьезных изменений в политической, экономической архитектуре мира. И вот в этом связи я хотел бы сказать, что это все при всех сложностях, очень больших сложностях для России, ее партнеров, для наших адекватационных объединений открывает, я думаю, и новые возможности. Примечательно, что, символично я бы даже сказал, что создание ЕАЭС фактически совпало, начало его функционирования фактически совпало с первыми антироссийскими санкциями, которые были введены Западом в отношении России в 2014 году в связи с известными событиями в Крыму. Далее была пандемия. Как-то есть те потрясения для мировой экономики, которые эта пандемия вызвала, но несмотря на все проблемы, евразийская интеграция не просто продолжалась, но успешно развивалась, показала рост экономических показателей в ряде сфер и, главное, показала востребованность и эффективность нашего союза. Нынешние санкции, они, конечно, по своему масштабу беспрецедентны, но это одновременно и хороший стимул двигаться вперед, в том числе и наращивание собственной продукции, уход одних с рынка создает ниши, которые можно занимать. Также, я думаю, что нынешняя ситуация должна стимулировать нас к ускорению сопряжения Евразийского экономического союза с китайской инициативой «Один пояс, один путь» в духе той идеи Большого Евразийского партнерства, которая была выдвинута нашим президентом. Мощный экономический потенциал имеется и у Шанхайской организации сотрудничества. Важным направлением нашего интеграционного взаимодействия в нынешних условиях видится и расширение использования национальных валют в наших государствах. Импортозамещение, в том числе в тех отраслях, которые определяют научно-технический прогресс. Особую актуальность в этой связи приобретает вопрос промышленной кооперации между нашими государствами. Как считают эксперты, здесь необходимо подключение к правительствам макроэкономических регуляторов, что позволит, задействуя имеющиеся у нашего союза ресурсы, научный потенциал, оперативно отвечать на возникающие вызовы и угрозы. Заместитель министра иностранных дел России Панкин в одном из недавних интервью подчеркнул, что новые антироссийские санкции не просто пройдутся рикошетом, а, вероятно, ударят кувалду по нашим союзникам, ближайшим экономическим и торговым партнерам на евразийском пространстве. Мы хорошо понимаем, что линия на изоляцию России будет проводиться в том числе и применительно к отношению между нами, нашими союзниками, в рамках в том числе Евразийского экономического союза. Это не скрывается. Наш союз всегда был, скажем так, раздражителем для Запада. Но мы твердо рассчитываем на то, что общность наших интересов, наша экономическая взаимосвязанность, взаимозависимость будут диктовать то понимание, что нам надо все-таки оставаться вместе, развиваться вместе. и исходим из того, что те сложности, с которыми мы сталкиваемся сегодня, которые еще могут возникнуть, мы общими усилиями в рамках в том числе евразийской интеграции сможем преодолеть и усилиться даже. Я уверен, что и необходимые решения будут найдены и по линии наших предпринимательских сообществ. И это значит, что будут открываться новые возможности для новых производств, для выстраивания новых логистических цепочек. И даже на Западе сейчас уже возникает понимание, и это признается того, что антироссийские санкции больнее всего могут ударить по их инициаторам. Ну, здесь большой, конечно, комплекс вопросов, комплекс тем, которые нужно обсуждать в этом контексте. Я уверен, что очень много интересных мыслей появится, будет озвучено сегодня, и это внесет вклад хорошим в нашу общую копилку идей и подходов. Желаю участникам круглого стола успешной работы. Ну, всем нам мира и благополучия. Спасибо. Спасибо вам, дорогой господин посол. Дорогие друзья, во-первых, хочу сказать, что завтра утром из типографии выходит очередное издание, теперь уже первое издание Центра российских исследований факультета международных отношений Ереванского государственного университета, которая называется «Армения-Россия. Дружба, сотрудничество и взаимная помощь. Тиражом 500 экземпляров». Спасибо господину послу Копыркину за приветствие читателям этого сборника. Вам обещаю, что до конца после завтрашнего дня у всех участников сегодняшнего мероприятия будет эта книга. Спасибо. Теперь дальше. Дорогие друзья, для нас также честь, что здесь друг нашего Евразийского экспертного клуба, чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан, Республики Армия, с удовольствием предоставляю слово Булату Баричу Имамбаеву. Пожалуйста, господин посол. Спасибо большое. Бария Бцес, добрый день, уважаемый Арам Веленович, уважаемые коллеги, дамы и господа. Рад приветствовать участников сегодняшнего круглого стола. Прежде всего, хотел бы отметить, что в этом году, как уже было отмечено, отмечается 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Республикой Армения. В этой связи позвольте поздравить наших армянских друзей и коллег, а также всех участников с этой важной юбилейной датой. То, что началось с протокольного дипломатического акта обмена так называемыми вербальными нотами, теперь превратилось в многогранные, живые и интенсивные отношения и взаимодействия. Уверен, что дружественные и взаимовыгодные казахстанско-армянские отношения будут углубляться на благо наших народов и наших государств и в целом Евразийского экономического союза. Отношения между нашими странами основываются на традициях дружбы и взаимопонимания. Сформированная договорно-правовая база позволяет регулировать двустороннее и многостороннее сотрудничество практически по всем направлениям. При этом имеется значительный потенциал и перспективы для дальнейшего развития казахстанско-армянского взаимодействия, в том числе и на евразийском интеграционном пространстве. Как известно, в прошлом году наша страна председательствовала в уставных органах ЕАЭС, а в этом году председательствует в СНГ. Президент Казахстана Касымжумар Токаев обозначил приоритетные направления нашего председательства в организации и сегодня можно с уверенностью сказать, что совместными усилиями заявленные цели были успешно достигнуты и продолжают реализовываться в текущем году. Об этом также свидетельствуют итоги недавнего заседания Евразийского межправительственного совета на уровне глав правительств, которая состоялась в Казахстане 24-25 февраля этого года. Взаимовыгодные решения соответствуют духу ЕАЭС, который за сравнительно короткий период своего существования показал значительный рост взаимной торговли среди государств-участников Союза. В этой связи хотел бы с удовлетворением отметить динамику роста товарооборота в рамках ЕАЭС по итогам прошедшего года. Несмотря на внешние факторы и карантинные ограничения, объем казахстанской торговли со странами-членами в 2021 году вырос на 28%, достигнув показателя в 26,1 миллиарда долларов. При этом двусторонний казахстанский и армянский товарооборот за этот период вырос более чем на 30%. Как вы знаете, 16 марта президент Казахстана выступил с посланием «Новый Казахстан. Путь обновления и модернизации», который свидетельствует о новом этапе развития нашей страны. В послании отмечается важность обеспечения устойчивой и управляемой деятельности государства на фоне геополитической и геоэкономической напряженности. Современную ситуацию по своему накалу, жесткому санкционному противостоянию и непредсказуемым последствиям для всего мира он назвал беспрецедентной. В целях оперативного реагирования на сложившуюся ситуацию при правительстве Казахстана создан оперативный штаб, который одновременно работает и как ситуационный центр, проводящий в режиме реального времени анализ информации, а также разработку конкретных, экстренных мер по поддержке отечественного бизнеса в условиях новых глобальных вызовов. Глава государства указал на важность пересмотра полномочий президента с переходом от суперпрезидентской президентской республики с сильным парламентом. В рамках реформы законодательной ветви власти будет пересмотрен порядок формирования и ряд функций Верхней Палаты Парламента, Сената. Депутатский корпус мажориста планируется формировать по смешанной системе. 70% депутатов будут избираться на пропорциональной основе, а 30% на мажоритарной. Процедуры регистрации политических партий будут значительно упрощены. Регистрационный порог предполагается снизить в 4 раза с 20 до 5 тысяч человек. В послании особое внимание уделяется дальнейшей демократизации государства, в том числе усилению роли правозащитных институтов, повышению конкурентоспособности средств массовой информации и укреплению роли гражданского общества. Масштабные политические реформы будут коснуться административно-территориального устройства страны. С учетом демографической ситуации планируется создать 3 новые области восточной, центральной и южной части Казахстана. И эти меры позволят более эффективно решать вопросы социально-экономического развития в регионах, на местах и в целом будут содействовать дальнейшей децентрализации власти. Отдельный блок в послании посвящен первоочередным антикризисным мерам с акцентом на решение социально-экономических вопросов, включая обеспечение устойчивости национальной валюты, увеличение продаж экспортной валютной выручки компаниями с государственным участием, дебюрократизации деятельности государственного аппарата. В целом, объявленные в послании президента инициативы направлены на существенное преобразование политической системы и административно-территориальной структуры страны. Для их реализации в Конституцию будут внесены более 30 изменений и поправок. Все это полностью соотносится с разрабатываемыми стратегическими направлениями концепции развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Твердая приверженность сохранению взаимоужительного, конструктивного диалога является прочной основой долгосрочного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза в условиях новых глобальных вызовов. И в заключение хотел бы пожелать всем участникам успешной и плодотворной работы на полях сегодняшнего мероприятия. А также поблагодарить всех организаторов и участников «Круглого стола» и прежде всего Арама Веленовича за организацию сегодняшнего «Круглого стола», где можно обменяться по различным вопросам дальнейшего развития Евразийского экономического союза. Шнурок Алютюн, спасибо за внимание. Спасибо вам, глубоко уважаемый Булат Боревич, спасибо за ваше участие. Дорогие друзья, во-первых, для журналистов хочу сказать, что на русской странице нашего сайта союзинфо.эйм выставлены четыре доклада членов Евразийского экспертного клуба, трех наших видных ведущих экономистов страны и социолога. Значит, статья профессора Тавадзяна, доклад профессора Мана Селяна, доклад профессора Казаляна и нашего социолога Самвела Манукяна. Это для того, чтобы вам легче было цитировать, потому что информации будет очень много. Всем рекомендую прочитать, кто не взяли эти статьи, потому что это очень-очень интересно. Мне это показалось очень познавательным и наводящим на очень глубокие раздумия. Это первое. Второе. К сожалению, не смог принять участие в нашем круглом столе глубоко уважаемый, чрезвычайный, полномочный посол Республики Беларусь, Республики Армения, Александр Канюк, но мы уверены, что он обязательно в регулярном режиме примет участие на всех наших последующих передачах. Господин Акшенов, примите, пожалуйста, наши заведения в уважении и передайте, пожалуйста, привет и пожеланиям выздоровления господину послу. Спасибо. И теперь мы переходим к выступлениям. У нас на связи сейчас Москва, Евразийская экономическая комиссия. Гуар Ашотовна Барсиян. Наслышно? Да, слышно, коллеги. Надеюсь... Здравствуйте, Гуар Ашотовна. Вам слово. Пожалуйста. Спасибо большое, уважаемый господин, господа послы, уважаемый Арам Глинович. В первую очередь, позвольте поприветствовать из Москвы, из Евразийской экономической комиссии и поблагодарить за приглашение выступить в рамках сегодняшнего мероприятия, посвященного такой значимой теме, которая сейчас важна не только для России, а для всех государств-членов Евразийского экономического союза, так как сложившаяся ситуация на мировой арене затрагивает практически все сферы российской экономики, что не может, естественно, не оказать влияния и на союз в целом. Отдельно хочу отметить большое значение проводимой вам и работы, уважаемый Арам Глинович, в век информационных войн и искажение информации. Особенно важно всестороннее освещение процессов, происходящих в мире и, в частности, процессов евразийской интеграции, а также проблем, с которыми сталкиваются государства-члены Евразийского экономического союза. Коротко остановлюсь на основные результаты деятельности союза за 2021 год, как отметил господин посол, в год казахстанского председательства. А дальше расскажу немного о мерах, которые принимаются на данный момент на нашей площадке для предотвращения отрицательных влияния на экономику наших государств-членов. В 2021 году исполняется 8 лет с начала функционирования Евразийского экономического союза, в который входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Российская Федерация. История создания и становления союза неразрывно связана с преодолением глобальных экономических кризисов. С большинством из них удалось успешно сраиться, что однозначно говорит о состоятельности союза как интеграционного объединения. Серьезным испытанием, как уже было упомянуто, стало для нас всего для мирового сообщества, так и союза, в частности, стал 2020 год. Мы столкнулись с абсолютно новым для человечества визовом пандемии COVID-19, которая повлекла глобальные экономические последствия. И по данным МВФ, мировая экономика в итоге сократилась на 3,1%, при этом ВВП союза уменьшился на 2,7%. Такой показатель достигнут благодаря оперативному принятию союза согласованных мер. В том числе, этому способствовала своевременная разработка стратегических направлений развития союза до 2025 года, учитывая новые для всего мирового сообщества вызовы и риски в стратегический документ были заложены мероприятия, необходимые для минимизации негативных последствий кризиса. В результате стратегия 2025 определяет системное решение актуальных задач, конкретные механизмы реализации ключевых направлений развития интеграции. Документ предусматривает применение качественно новых подходов в совершенствовании институциональной системы и права союза, что весьма актуально. Также в нем сформулированы контуры экономического взаимодействия в новых областях, это образование, это здравоохранение, это туризм, спорт, по сути, принятие стратегии олицетворяет переход от этапа становления к этапу проектной интеграции. Благодаря усилиям государств-членов союза Евразийской экономической комиссии практически все социально-экономические показатели функционирования союза по итогам 2021 года показали положительную динамику. Не буду подробно останавливаться на цифрах, озвучу лишь одну цифру. В 2021 году обеспечен рост ВВП союза на 4,6%. При этом прирост ВВП отмечен во всех странах союза и лидер в этом плане Армения, где ВВП увеличился на 5,7%. Коротко представлю основные результаты стратегии за 2021 год, которые заложили основу для работы в этом году. Дальше, как отметила, буду немножко останавливаться на те решения, которые приняты после нового кризиса. Итак, по итогам 2021 года можно выделить следующие особо значимые результаты, которые можно уже сказать, что повлияли на развитие интеграции. Я приношу извинения, председатель звонит буквально одна минута. Коллеги, я приношу извинения. Итак, сформирована карта индустриализации Евразийского экономического союза, которая включает в себя более чем 180 крупных инвестиционных и значимых проектов в более чем 20 отраслях. Утверждены основные направления промышленного сотрудничества до 2025 года. Сформирована карта развития агроиндустрии ЯС, содержащая информацию о крупных инвестиционных и инновационных проектах в сфере агропромышленного комплекса. Запущена особо востребованная в условиях пандемии унифицированная система поиска работа без границ. Это очень важный проект и в настоящее время на сервисе содержится более 500 тысяч вакансий и более 2 миллионов резюме. Еще два важных цифровых проекта в работе. Это цифровое техническое регулирование в рамках союза, которое создает условия для цифрового взаимодействия при проектировании и формировании экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС. Определены порядок и механизм экспорта пенсий из одного государства члена на другое, суммирование стажа работы в государствах членов для определения права на пенсию. Продолжается формирование общего финансового рынка, подписанное соглашение о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй в рамках союза. Это очень важный документ. Также проводится работа по формированию единой системы транзита товаров в рамках союза. Подписано соглашение об особенностях применения обеспечения исполнения обязанностей по уплате таможенных пошлин, а также подписано соглашение главами наших государств о применении в ЯС навигационных клонг для отслеживания перевозок. Это тоже один из важнейших документов. Приняты типовые требования к техническому оснащению элементов таможенной инфраструктуры. Проведена работа, обеспечивающая основу для полноформатной реализации сотрудничества в новых сферах, как я отметила, это в области здравоохранения, образования, в сфере зеленых технологий, осуществляется работа по климатической повестке союза. Таким образом, на начало 2022 года для дальнейшего развития союза были созданы экономические условия, определены стратегические приоритеты, однако происходящие мировые экономические, политические события, вооруженные конфликты, естественно, вносят свои коррективы в условиях функционирования союза. При этом в сложившихся условиях консолидация усилий в рамках регионального интеграционного объединения для противостояния вызовом становится одним из немногих реальных факторов, способных обеспечить развитие государственных нашего союза. Текущие реалии подтвердили важность, большую значимость формирования в рамках союза единого внутреннего рынка, реализация политики импортозамещения, как уже было отмечено, перехода на расчеты национальных валютах, развитие инфраструктуры, промышленного сотрудничества, создание в рамках цепочек добавленной стоимости обеспечения продовольственной безопасности, а также стабильной и бесперебойной производственной деятельности. Следует отметить, что данные направления развития более своевременно согласованы государственными членами и включены в интеграционную повестку союза, в том числе посредством принятия стратегии, что в свою очередь свидетельствует о правильности выбранного курса на прогрессивное развитие союза. Сложившись экономической ситуации производители потребительских значимых товаров столкнулись с трудностями, связанными с прекращением поставок импортированной сырья и прерванием существующих логистических цепочек. И в целях экономической устойчивости союза насыщенного насыщения внутреннего рынка необходимыми товарами в дниношных условиях на временной основе скорректирования ставки ввозных таможенных пошлин на отдельные виды товаров более 450 видов, а также установлены тарифные льготы в отношении отдельных категорий товаров, используемых в производстве социально значимых средств. Перечень широкий и затрагивает, например, детское питание, товары для промышленного производства и строительной сферы, некоторые виды сельхоз и продовольственной продукции. буквально вчера мы провели очередное заседание в онлайн формате вице-премьер-министров членов совета. 15 апреля вице-премьер-министры собираются в Москве очно, то есть это я к тому, что комиссии члены совета работают довольно оперативно, чтобы скорректировать принятые решения для поддержки бизнеса граждан наших государств, членов. В целях обеспечения граждан государственных необходимыми лекарствами и медицинскими изделиями упрощаются регистрационные процедуры, это тоже очень важное направление. Пристальное внимание при этом уделяется вопросам логистики и импортозамещения, в частности формирование мультимодальных транспортных коридоров и новых каналов экспорта и импорта. В этих целях уже разработан и утвержден проект Евразийский Агроэкспресс, направленный на ускорение ускоренной кондирменной перевозки сельхозпродукции и продовольствия из Китая и обратно. Перечень направлений перевозок будет постоянно расширяться, их регулярность позволит сократить сроки, например, в Китае до 10-14 дней, это очень важно. Кроме того, сухопутное перемещение товаров, об этом основная суть идеи один пояс один путь исключает влияние Запада на перевозки, в то время, когда в отношении морских перевозок существуют риски санкционных препятствий. В рамках Союза будут созданы локализованные мощности для сборки и технического обслуживания воздушных судов и производства авиакомпонентов. Утверждена соответствующая дорожная карта, которая тоже довольно важен документ. Одним из ключевых вопросов в условиях санкционного давления является продовольственная безопасность Союза, как уже была отмечена послами, госпожа. ПИА достигнута полная самообеспеченность основными продовольственными товарами. Это мясо, молоко, хлеб, овощи. Однако есть чувствительные позиции, поэтому будет проработано введение меры по ограничению вывоза отдельных выдох сельхозпродукции за предели Союза, например, зерновых культур, сахара и так далее. С целью обеспечения стабильности экономической ситуации комиссия совместно с министерствами экономик, финансов и центробанков проводит, можно сказать, каждодневную работу по инициативе Российской Федерации совместно с комиссией государствами членами создана рабочая группа высокого уровня, которую возглавляет министр экономики Российской Федерации господин Нарешетников и председатель коллеги Михаил Владимирович с участием, как отметил, министров экономик, финансов, центробанков и мы проводим довольно активную работу. Нами уже советом комиссии 17 марта уже подтверждены первые меры. Перечень состоит из 34 мер и охватывает 4 крупных ключевых блока. Это в первую очередь таможенное, таможенно-тарифное и не тарифное регулирование, защитные меры, это внутренний рынок и кооперация, это финансовые и воютные рынки и международное экономическое сотрудничество в сложившихся ситуациях. Вызовы последних лет ускорили. Структурные изменения в глобальной экономике стало очевидным перемещением мирового центра экономической активности в Азию, Азиатско-Тихоокеанский регион в целом и внешнеторговая активность союза за последние годы также стало в полной мере многовекторной. Например, по итогам 2021 года доля ЕС во внешнеторговом обороте союза составила 39%, для доли АТС 35%. Только на Китае приходится порядка 20% нашего внешнего товарооборота. Китай является стратегистским партнером союза. Наше взаимодействие выстраивается на основе соглашения о торгово-экономическом взаимодействии, которое подписано в 2018 году. Как раз в данном документе сформулирована идея сопряжения евразийской интеграции китайской инициативы «Один пояс, один путь». И в 2021 году товарооборот государственного союза с Китаем превысил уровень до пандемийного 2019 года на 24%. Важным направлением международной деятельности союзом является заключение соглашения о зоне свободной торговли. Это очень важное направление нашей деятельности. Как вы знаете, у нас подписаны такие соглашения с Вьетнамом, временное соглашение с Ираном. Сейчас ведутся переговоры по заключению полноценного ЗСТ. Такие соглашения подписаны с Сербией, с Сингапуром. И в ненышных реалиях еще раз понимаем, что союзом надо расширять свое международное взаимодействие, потому что это очень важная составляющая и главы нашего государства в своих посланиях, выступлениях каждый раз подчеркивают это отдельно, потому что это, как отметила, очень важная составляющая. Большой интерес для нас представляет заключение подобного соглашения с Индией, потому что это огромный второй после Китая рынок. И работа по данным направления довольно активно у нас ведется блоком по торговле, который возглавляет министр Андрей Александрович Непниот. Цель нашей торговой политики создание понятных, прозрачных, выгодных для экономики наших стран режимов торговли со стабильными международными партнерами. У нас весьма актуальным является на данный момент вопрос активизации сотрудничества с государственными членами СНГ, которые не являются членами Союза. И такая работа активно ведется с Республикой Узбекистан, которая имеет статус государства-наблюдателя. И в прошлом году в Казани мы подписали меморандум по действию с Республикой Узбекистан. У нас довольно сейчас высокая степень готовности вопросов в разных направлениях. В современных условиях внешнеполитическая координация государственных союзов приобретает, как я уже отметила, особую значимость. И наша стратегическая цель углубления региональной интеграции создания на ее основе обновленной архитектуре. Как уже было отмечено, у нас, например, довольно хороший диалог с ШОСом. В прошлом году мы подписали меморандум, в этом году, надеюсь, можем согласовать подписание плана действий. у нас уже ведется активная работа. У нас довольно активное сотрудничество с ОСЭАН, с государственными членами ОСЭАН, с Африканским союзом. У нас подписан меморандум, в этом году собираемся делать продление меморандума, надеюсь, что осенью будем подписать на саммите Россия-Африка. Таким образом, предусмотренные стратегии комплексной меры и на внутреннем и на внешнем контуре способны создать условия для стабильного развития экономик государств и членов союза и минимизация негативных последствий мировых экономических кризисов. Поэтому сейчас, как никогда, важно последовательно реализовать заложенные в стратегии и в договоре положения. До завершения периода, на который рассчитана реализация мероприятий стратегии 2025, еще остается несколько лет. Но мы понимаем, что необходимо прорабатывать дальнейшие шаги за горизонтом 2025 года. Именно текущие вызовы и угрозы помогают определить слабые места нашей интеграции и позволяют ее укрепить, приняв необходимые меры, делать союз прочнее и надежнее, потому что нынешние усилия диктуют новые правила, и мы должны довольно оперативно отвечать на эти новые реалии. Мы сейчас пели непростой, как было отмечено, кривистный период. Это время сложных взвешенных решений, но надо отметить, что участники Евразийского интеграционного проекта уже приобрели неоценный опыт, который, я убеждена, позволит преодолеть все трудности. Опираясь на опыт предыдущих кризисов, вызванного в первую честь пандемии COVID-19, в 2014 году, когда Союз только-только формировался, оценка глубины кризисных явлений на старте и сегодняшнее положение позволяет сделать вывод. Государственным членом Союза по сравнению с другими регионами мира удалось преодолеть резкое падение экономической активности и довольно быстро выйти на восстановительный лоз. И важную роль в этом сыграли именно интеграционные преущества. Еще раз отмечу, что именно вызовы, угрозы помогают нашему интеграционному объединению крепнуть, а также способствуют расширению использования его потенциала именно благодаря их преодолению. Наш Союз становится прочнее. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, смогла кратко рассказать, что сейчас у нас происходит. Спасибо, уважаемые госпожа послы, уважаемый Арам Глебович. Единственное, у меня срочное совещание. Я вас покину. Я приношу свои извинения. Спасибо вам большое, Гуар Ашотовна. Для журналистов повторю, с нами на связи из Евразийской экономической комиссии была директор департамента развития и интеграции Гуар Ашотовна. Спасибо вам. И вам спасибо. Плодотворной вам работой. Мы понимаем, что это совещание у Мясниковича очень важно. Я приношу извинения без вариантов. Я вас покидаю. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Друзья, сейчас у нас на связи из Москвы будет очень известный в Армении экономист, наша соотечественница, ведущий научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук, доктор экономических наук Аза Ашотовна Мегранян. Аза Ашотовна, нас слышно, видно? Добрый день. Да. Спасибо большое за приглашение. Надеюсь, меня слышно, да? Да, спасибо, да. Слышно. Я приношу извинения за, как говорится, технические неполадки в голосе, но это связано с состоянием здоровья. Очень рада приветствовать уважаемых послов Арам Веленович вас. Спасибо за приглашение еще раз. Но, боюсь, мое выступление будет не столь оптимистичным, так как все-таки мне необходимо оценивать ситуацию с точки зрения развития реальных экономических эффектов, которые мы сегодня наблюдаем. И они, конечно же, вызывают определенную тревогу и с точки зрения экономического развития отдельных стран, и с точки зрения Евразийского Союза. Безусловно, предпринятые меры на уровне наднациональном довольно-таки ощутимы. Они действительно включают четыре направления, как уже отметила госпожа директор департамента развития. Но реализация этих направлений по факту на сегодняшний день сталкивается с определенными сложностями, которые вполне объективны и вызваны несколькими факторами. В первую очередь, это факторы, связанные с необходимостью государства, членов ЕС соблюдать свои национальные интересы и осуществлять некоторые меры защиты различного рода протекционистские, включая определенные подходы для того, чтобы смягчить негативные эффекты, которые передаются по открытым каналам связи экономического сотрудничества в рамках ЕС. В первую очередь, конечно же, здесь необходимо отметить эффекты первой реакции, которые возникли на фоне ведения тотальных санкций против российской экономики, что связано передачей негативных эффектов на поле инфляции и изменения валютных курсов, которые мы наблюдали первые две недели после начала проведения специальной операции. В данном контексте стоит отметить, что падение курсов национальных валют в странах региона было достаточно ощутимым. Наиболее устойчивым в этом смысле осталась Армения, а более чувствительными были валюты Казахстана, где произошло сокращение падения стоимости национальных валют около 19-18 процентов тенге, около 12-13 процентов киргизского сома. Ну и в Белоруссии и Армении сокращение или динамика падения валютного курса была чуть менее ощутимой в том смысле, что здесь для Армении меньше прямые зависимости именно от изменения валютной системы и валютных рынков в силу их меньшей связанности прямой. А для Беларуси это, конечно же, вопросы связанные с тем, что Беларусь уже более года находится под собственными прямыми санкциями и здесь негативные эффекты в общем-то довольно-таки микшированы. Второй фактор передачи негативных эффектов это, конечно же, инфляция и рост цен на импортную продукцию, которая достаточно является мощным каналом передачи так называемых эффектов заражения и здесь это связано с доминированием российской торговли и российских поставок во взаимной торговле стран ЕАЭС. Безусловно, что, конечно же, эти два фактора побудили национальные правительства стран-членов ЕАЭС предпринять активные меры по защите своей экономики. В частности, например, если рассматривать Киргизию, то предприняты меры по квотированию и даже по некоторым продуктам по запрету вывоза из республики наиболее значимых продуктов это в первую очередь мясо, это в первую очередь то, что связано с продовольственной безопасностью, это зерновые, которые производятся в республике и так далее. если говорить о валютной сфере, там тоже были предприняты некоторые меры, в частности, это переход на формирование валютного курса национальной валюты через кросс-курсы по лондонской бирже, то есть через систему Блюнберга. И вот эти нюансы, они, конечно же, несколько будут снижать темпы интеграционного взаимодействия и это, безусловно, объективный фактор, который необходимо учитывать. Меры, предпринятые другими странами, в частности, например, в Армении, наоборот, показывают активное желание правительства этой страны усилить интеграционное взаимодействие, так как здесь по системе мер стимулирования наоборот, рассмотрены варианты, когда предполагается возможность выхода российских компаний через внешние рынки, точнее, на внешние рынки, через территорию Армении, что, в общем-то, было воспринято достаточно оптимистично российским бизнесом, и в течение месяца фактически наблюдался бум смены юрисдикции российских компаний или регистрации новых компаний, дочерних компаний, независимых, которые позволяют продолжить внешнеэкономическую деятельность российского бизнеса, используя интеграционные механизмы. Такие же методы были предприняты и в Киргизии, и в Казахстане в меньшей степени. К сожалению, господин посол вынужден был удалиться, но все-таки необходимо отметить наибольшую степень зависимости экономики Казахстана от внешних факторов, в частности капитализация основных компаний, которые образуют доход, это нефтегазовый сектор по Казахстану, в большей степени осуществляется за счет западных инвесторов. И так сложилось, что даже государственные финансы и пенсионный фонд Казахстана в большей степени капитализируются на европейских рынках. Поэтому зависимость Казахстана обуславливает те заявления, которые мы услышали о том, что Казахстан предпримет все усилия для того, чтобы не обходить санкции Евросоюза и вообще коллективного Запада и соответствовать их в той мере, в которой они могут себе это позволить. Вынужденное стремление к определенному компромиссу тоже будет рассматриваться как некоторым роде фактор сдерживающий перспективы развития. Но я полагаю, что этот геополитический гешет был в большей степени мерой вынужденная. По факту реальный бизнес и ассоциация предпринимателей Казахстана наверное одними из первых включились в систему наращивания взаимных отношений, усиление вхождения в логистические цепочки, которые на сегодняшний день перестраиваются и конечно же здесь нужно понимать интерес бизнеса, который в общем-то на сегодняшний день в большей степени заинтересован в получении дополнительной прибыли и встраивания в новую архитектуру логистики, которая формируется на наших глазах. И в данном контексте конечно же актуальными являются два основных магистральных международных транспортных коридоров это Восток-Запад-Восток в которых участвуют все страны ЕАЭС и СНГ и это конечно же конфигурация МТК Север-Юг которая пока еще не в полной мере заработала но с учетом перспектив переориентации российского бизнеса, российского экспорта на азиатские рынки, в частности на рынок Индии, на рынок стран Ближнего Востока конечно же этот коридор будет иметь еще большее значение в данном контексте актуальным будет вопрос ускоренного решения логистики трансрегиональной логистики в Армении включая все те трения и сложности которые мы имеем по завершению кампании связанной с конфликтом в Нагорном Карабахе вот здесь эти нюансы необходимо учитывать поэтому если исходить из такого реалистичного оптимизма то конечно же можно гарантировать что безусловно переход на рублевые расчеты как было заявлено недавно Глазьевым это около 73% в общем-то обнадеживает безопасность валютно-финансовой системы Евразийского союза и уменьшение зависимости от внешних санкций и колебаний валютных курсов тем самым уменьшает негативные эффекты передаваемые через потери национальных валют и через рост инфляции объединение и формирование собственных платежных систем также будут стимулировать интеграционное взаимодействие в финансовой сфере и скорее всего ускорит интеграцию на финансовых рынках и конечно же в случае реализации тех программ о которых рапортовала госпожа директор подписанных в 21 году по промышленной кооперации в рамках Евразийского союза по агропромышленной кооперации мы можем получить через определенный промежуток времени я думаю 2-3 года совершенно новую качественно иную систему экономических взаимоотношений в рамках Евразийского союза с учетом того что это уже будет не просто торговая кооперация и интеграционное взаимодействие на общем рынке а это уже будет скорректированная общая промышленная и агропромышленная политика которая предполагает кооперацию в цепочках производства что гораздо более ценнее с точки зрения реальных эффектов интеграции получения синергии от вот этого взаимодействия ну и последнее на чем бы мне хотелось остановить свое внимание это конечно же безусловно учет и взаимный компромисс интересов стран-членов ЕАЭС с точки зрения сегодняшней ситуации с точки зрения минимизации негативных факторов давления на российскую экономику так как именно как мы знаем российская экономика является базовой системообразующей она занимает более 80% экономики Евразийского союза и конечно же без учета этих взаимных интересов и понимания национальных интересов и национальной безопасности каждой из стран развитие Евразийского союза очень трудно предположить в таком оптимистичном ключе полагаю что последние совещания заседания глав правительств продемонстрировали такое понимание и это вселяет определенный оптимизм с тем что Евразийский союз выстоит и в отличие от прогнозов и желания тех санкционных ограничений по факту токсичных ограничений все-таки взаимодействие и экономическая выгода которая на сегодняшний день может быть получена в результате развития взаимодействия будет в общем-то перевешивать те отрицательные эффекты на которые рассчитывают на сегодняшний день геополитические противники России направленные на то чтобы максимально разрушить российскую экономику единственное что я могу пожелать действительно реализации тех планов которые на сегодняшний день установлены полагаю что политика активно включения международного сотрудничества Тихоокеанского региона особенно Индии и Китая будет этому способствовать и включение в этот процесс партнеров по евразийской экономике также будет преследовать взаимные интересы всех стран и естественно каким-то образом способствовать преодолению этой ситуации спасибо большое спасибо большое дорогие друзья поаплодируем уважаемой Гуар Ашотов Нигаранян спасибо вам Гуар Ашотовна вообще-то я Аза Ашотовна еще одну поправочку если вы позволите я все-таки являюсь сотрудником двух институтов РАН института экономики и ММО поэтому будьте так добры я уже раз поправлюсь для нас я вам скажу очень ценно чтобы мои работодатели не очень обижались а то у меня периодически попадает института экономики и ММО института экономики конечно конечно я хочу сказать что для нас очень ценно это уже не первый раз когда Аза Ашотовна участвует в наших пресс-конференциях и круглых столах и это придает вес всему тому что у нас Ереване делается в этой связи хочу также напомнить в духе того что говорила Аза Ашотовна буквально пять минут назад в этом кабинете на моем месте сидел Сергей Юрьевич Глазев в ноябре 2021 года и он говорил буквально то же самое что сейчас сказала Аза Ашотовна о необходимости максимального перехода на оплату национальных валютах как спасение от возможных внешних угроз мы об этом говорили в ноябре 2021 года спасибо вам Аза Ашотовна всего вам хорошего если захотите примите участие и дальше в нашем круглом столе для нас это честь посмотрите на свое время свои возможности спасибо большое спасибо сейчас мы переходим к нашим докладам я говорил о вам о том что у нас очень ценные серьезно наработанные доклады по 15 дней люди наши ведущие профессора наш известный социолог поработали над этими эссе которые мы стремились подать членам евразийского экспертного клуба я первым значит логика построения наших докладов следующая первым у нас выступает Ашот Тавадзян вторым у нас выступает профессор Татул Манасырян третьим у нас выступает Эдуард Сергеевич Казарян и четвертым у нас выступает Самвел Аршалович Манукян социолог прошу вас внимательно послушать эти доклады кто хочет их в развернутом виде использовать то это все размещено на русском сайте союза инфа первым предоставляю слово профессору Тавадзяну пожалуйста ну это надо зависеть от председателя видимо у нас свой шеф пусть он определит как нам быть да сейчас наверное подойдет подождем его все нормально так уважаемые друзья я тезисно выступлю конечно же в отличие от профессиональных политиков и официальных лиц экспорты ученые они более свободны своих высказываниях своей оценки я думаю что иногда это бывает полезно слушать и политикам и профессиональным лицам ну вот недавно в журнале института экономики российской академии наук была опубликована наша статья совместно с Агаси Тавадяным кандидатом экономических наук доцентом называется статья свет и тени евразийской интеграции свет и есть побольше но есть и цени с чем они связаны я в процессе скажу но в основном это связано с выхлостью договора евразийского экономического союза и с тем что выполняется он так субъективно фривольно вот поэтому возникают очень серьезные проблемы с евразийским экономическим союзом кроме того я должен сказать о следующем это пункт второй к сожалению у нас есть евразийский экономический союз снг тогда одкб и в этой ситуации оказывается что все союзники ну как у орла все равны но некоторые в общем-то более равны это более союзники конечно с этой полу беременной ситуации надо кончать я думаю что переходить к конкретной ситуации я думаю что перспектива в следующем заключается пока де-факто а потом и де-юре это произойдет евразийский экономический союз ЕАЭС конечно же в ближайшей перспективе должен перейти в ЕАЭС евразийский экономический евразийский союз в котором имеется и экономические и политические и военные сотрудничества иначе у нас будут очень серьезные проблемы и в дальнейшем а теперь я тезисно представлю те 10 пунктов которые являются первоочередными для развития наших экономических отношений в первую очередь это конечно же с учетом того что ряд комплектующих изделий связанных особенно со стратегической сферой не будут поступать западом первая задача это разработка дорожной карты кооперации и модернизации экономик наших стран с учетом того что они конечно же будут регистрироваться в данной ситуации в первую очередь не в России а в других странах Евразийского экономического союза для этого эта карта должна быть четко разработана тем более что статья 4 договора о Евразийском экономическом союзе как раз это и требует основная цель наша кооперация модернизация повышения конкурентоспособности наших стран есть и прекрасный закон о промышленной политике Российской Федерации который должен быть учен я думаю что тут большую роль должны сыграть эксперты также экспорты привлеченные со стороны Армении вот тут сидит прекрасный специалист армянской экономики международных отношений экономических отношений Татул Манасириан конечно же я обязательно должен отметить Эдуарда Казаряна Вардана Алексаняна очень сильных специалистов по аграрной экономике Самвел у нас тут сидит конечно прекрасный специалист по обработке экономических данных и не только экономических этот потенциал мы можем предложить для разработки как раз той программы которая позволит нам усилить дорожную построить дорожную карту кооперации и модернизации наших стран с учетом санкций тех болевых точек которые сейчас имеются второй пункт опять нужна программа по наращиванию экспорта готовой продукции в первую очередь с Китаем Индией Ираном с арабскими странами тоже точечно это надо в этом плане определиться третий пункт я вот по пунктам точечно буду говорить то же самое с учетом кооперации я сказал фактически экспортозаменяющей продукции стратегически наложающей это углубление переработки природных ресурсов что у нас происходит в России там газ экспортируется в виде сырья у нас руда ну не руда а переработанные материалы в цветных металлах имеется ввиду в первую очередь метий конечно тут я думаю что не надо применять нам ответные санкции это не совсем продуктивно но применение специальных да таможенных пошлин тут обязательно вот система таможенных пошлин вот этот пункт 3 мы должны обязательно вместе разработать следующий пункт вот пошла рыхлость договора Евразийском экономическом союзе тут Алза Шотов об этом тоже сказала так это деятельность у нас начинается так инфляция в одной стране одна в другой стране другая и это приводит к сожалению к торговым проблемам иногда даже к торговым войнам что нужно сделать надо конечно же у нас центральные банки имеют какой-то договор о согласовании своей политики но ведут себя достаточно свободно в этом плане каждый свои задачи решает не проводится согласованная политика по уровню ставки рефинансирования это необходимо обязательно сделать конечно низкая инфляция и обеспечение высокой ставки рефинансирования могут противоречить друг другу но здесь потребуется искусство центральных банков и я думаю что это обязательно вот этот пункт 4 совместная коррекция законов центрального банка чтобы исключить стремление любого центрального банка иметь высокую доходность а это делается высокая ставка рефинансирования для нас это высокая доходность нашего банка так пятый пункт это конечно же как бы то ни было надо наращивать взаимоторговлю в российских рублях это прямая необходимость и тут так же задача стоит согласование курса национальных валют что тут происходит статья 64 договора необходимо согласовать надо конкретно угадать что колебания не должно быть больше 3% но если Евросоюзе там 1% примерно то хотя бы 3% пунктов если мы ограничим то в этом плане мы сделаем шаг к расширению торговли национальной валюте иначе же у нас мы каждый день будем бегать по не знаю по разным фондовым и биржам и смотреть разную информацию что вот рубль поколебался настолько армянский травм настолько и пошла спекулятивная игра во вред конечно развитию нашей экономики следующий пункт это пункт шестой тоже очень важный пункт это надо конкретизировать статью 69 которая касается транспарентности знаете в чем дело у нас достаточно высокий уровень коррупции да международные организации достаточно субъективно нас оценивают но что такое коррупция если мы хотим повысить экспортную возможности наших стран то коррупция повышает цену на продукции вот в таких странах примерно на 10% хотите чтобы ваша продукция была 10% дороже особенно переработана вот тогда этот уровень коррупции обеспечивает но я все-таки скажу хотя эти цифры на субъективный характер но по чистоте экономики ну почему-то на первом месте Армения с оценкой на 58 месте с оценкой 49 Беларусь на 82 месте с оценкой 41 вот уже пошло дальше Казахстан 102 с оценкой 37 ну явно субъективная оценка Россия 136 с оценкой 29 Киргизия 144 с оценкой 27 это меня мало волнует эти оценки меня больше волнует что это дает наценку на цены нашей продукции и кроме конкретизации статьи 69 от распорядности который конечно же повышает возможности контроля передвижения продукции в наших странах надо также провести вот это пункт шестой сформировать согласованную программу снижения уровня коррупции в наших странах чрезвычайно важно это сделать следующий пункт у нас к сожалению наука находится в очень плохом состоянии я имею ввиду прикладная наука в первую очередь военно-промышленная наука вот согласованно было в Армении принят межгосударственный фонд научных исследований каждый потянул отдела на себя ну и конечно же этот фонд должен быть создан и он должен быть целенаправленно указывать какие вот точки мы должны развивать вот именно с точки зрения импортозамещения продукции просто так скажем вот Армения это должно производить а вот раньше производили это в Бельгии это не произойдет тут без научно-промышленной коопернации без создания соответствующего фонда научных исследований межгосударственного этого не произойдет следующий это конечно же если мы в условиях этих санкций первоочередную задачу ставим экспорт усиление экспорта иран арабские страны Индию Китай то без коммуникационных проблем на Южном Кавказе эта задача очень сложно будет решить ну конечно наши соседи тянут одеяло на себя им нужна дорога через Мегри Евразийскому экономическому союзу это не нужно не надо каждый раз отделять а Армении это чуть больше нужно а Евразийскому экономическому союзу не способствовать не представлять общие наши интересы то у нас будут серьезные проблемы нам нужна дорога и Джован Казах есть Гюмри Гарс а также вот ушел посол из Казахстана представители здесь сидят я бы хотел чтобы процессу открытия Кавказской железной дороги потому что ну у России с Грузией отношения не совсем теплые хотя они достаточно стабильные сейчас держатся подключились к этому процессу к открытию этой дороги и Казахстан и Беларусь поскольку они имеют прекрасное да 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 конечно вот эти три дороги они в первую очередь будут способствовать росту товаров как раз в Иране и арабские страны не только для Армении для всех стран и вообще это проблема а это нужно Беларуси а это нужно Армении а это нужно Казахстан если мы общие интересы и будем представлять то это будут очень серьезные проблемы следующий пункт ну конечно это девятый пункт еще раз нужно сказать де-факто мы должны вот с учетом как критизации договора о Евразийском экономическом союзе перейти от ЕАЭС я уже об этом сказал и без всякого без этого хотя я сам экономист то есть евразийская экономическая военно-политическая интеграция вот в этом направлении мы должны активно работать пока де-факто до ЮРа конечно это не надо делать поскольку санкции могут перейти на другие страны Евразийского экономического союза это не нужно и России тоже следующий это десятый пункт я тоже об этом коротко скажу специально это представил в виде тезисов поскольку вот первые задачи которые мы должны сделать я думаю что ролик как раз экспертов в этом и заключается представить эти задачи ну вот Евразийская экономическая комиссия ну вот с точки зрения права у нее достаточно ограниченные возможности в определенных ну конечно с правами надо четко указать их обязанности и ответственность и обязательно перейти на вот очень важно если ты член Евразийской экономической союза то только показываешь не только для тебя важный результат рост ВВП его структура но и самокупный рост ВВП то есть если мы будем ориентироваться на показатели этого плана хотя из этого я еще раз должен сказать мы должны поработать направление единого индустриального плана это связано с первым пунктом связано с первым пунктом с кооперацией модернизацией наших стран направленных с плюсом на научные разработки на направлении на скорейшее импортозамещение особенно продукции стратегического назначения иначе у нас будут серьезные проблемы в том числе и оборудового характера это мы ни в коем случае все страны Евразийского экономического союза не должны допустить спасибо за внимание дорогие дорогие друзья участники круглого стола то что сейчас говорил профессор Тавадзян посмотрите как это созвучно тому что говорила доктор Азам Игранян и то что наши ведущие специалисты экономики экономисты в Москве в Ереване думают скажем так по очень одном большом режиме это уже очень хорошо надеюсь эту эстафету подхватывает сейчас профессор Татул Манаселян и после этого мы более конкретные вопросы будем разрабатывать у меня есть ремарки после этого выступления пожалуйста Татул Мурайлович Спасибо за приглашение я тоже попытаюсь очень коротко остановиться на основных моментах начну с того что санкции сами по себе в самой примитивной форме наверное были выдуманы и инициированы в каменном веке люди которые инициируют их сегодня забывают о том что 21 век и в 21 веке взаимозависимость усиливается всех стран нет ни одной страны мировой экономики которая бы обособленно изолирована от других могла бы развиваться и вот забегая вперед я об этом скажу чуть позже эффект австралийского гумерага работает для всех стран я конечно понимаю что торговые войны пока неизбежны они возникают также между партнерами между США и Европейским Союзом между Японией и США и так далее но я не понимаю когда эти санкции которые по сути имеют в своей основе экономические интересы они распространяются на деятелей науки на научную сферу на искусство на спорт и запрещают передвигаться принимать участие в мировых форумах вот этого я не понимаю я конечно так же не понимаю то что в этих условиях происходят организуют конференции я сам был участником таких конференций и я рассказывал Арама Еленовича которые посвящены вот тем Украины и России событий вокруг Украины но там вы не найдете ни одного представителя Российской Федерации вот я не могу понять это то же самое если мы сейчас организуем скажем какую-то конференцию про Китай и Индию будем приглашать только представителей Индии и все будем критиковать другую сторону без адресата причем когда Запад говорит о железном занавесе они должны позаботиться о том что свои граждане имели полную информацию железный занавес в первую очередь существует на Западе абсолютно не освещены о том что что было в Донецке в Луганске сегодня что происходит вот я тоже не понимаю почему ложь гнусную ложь выдают за правду понимаете все можно понимать но когда это выходит за рамки уже логики трудно уже ориентироваться на какие сферы повлияли эти санкции сферы деятельности в России и ликошетом конечно на Армению на Евразийский экономический союз всем конечно известно это банковская сфера это денежные отношения финансовая система это инвестиции это производство экспорт импорт трансферты и так далее но я вам сразу скажу что банковская сфера во-первых не полностью находится под санкциями не все банки были под санкциями не все операции во-вторых не все знают о том что существует и функционирует межбанковская российская система которая развивается с каждым годом конечно удельный вес этих операций пока ограничен но я думаю что это имеет будущее система мир тоже следует обязательно не упускать из виду есть много других тонкостей как это влияет на Армению не секрет что банковская система Армении имеет очень большой резерв российский и удельный вес российских банков но к нашему счастью колебания валютных комсов сильно не повлияли на Армению Армения чуть-чуть диверсифицирована с точки зрения ВВП однако зависимость остается потому что факт что Россия является первым партнером торгово-экономическим партнером для Армении и масштабы возрастает с каждым годом покупательная способность нас очень волнует Россия Российской Федерации граждан потому что когда это повлияло на курс рубля естественно что продукты из Армении не могут в тех объемах которых они были экспортированы скажем в прошлом году позапрошлом году в этом году пострадает экспорт из Армении есть множество также с нашей стороны предложений мы имели честь беседовать на эту тему и с господином послом и после этого с господином Новиковым и продолжаем к счастью уже есть первые контуры сотрудничества с торговым представительством и благодарю за это мы пытаемся как бы инициировать схемы экономические прикладного характера которые нашим предпринимателям двух стран помогают уже помогают кстати развивать свой бизнес на территории Армении и не только на территории Армении находясь в России и наши бизнесмены в Армении с помощью совместных предприятий не обязательно только двухсторонних совместных предприятий это и трехсторонние и четырехсторонние и так далее можем использовать следующую схему импортировать сырье из России перерабатывать в Армении и направить экспортировать в долларовые и еврозоны там где есть спрос на эти продукты это идея эта схема уже имеет сегодня применение и думаю что можем развивать и дальше я думаю что нам следует концентрировать свое внимание на двух аспектах и евразийский экономический союз я имел честь неоднократно об этом говорить по крайней мере имеет две очень важные цели это обеспечение экономической безопасности потому что это пока экономический союз я тоже согласен с профессором Тавадзианом что это перерастет евразийский союз с политическими компонентами с монетарными компонентами демографическими и так далее как это было при Евросоюзе становлении Евросоюза однако сегодня мы ну порядке самокритики скажу что пока не обращаем достаточно внимания к вопросу экономической безопасности я тоже имел честь находиться на встрече с Сергеем Юрьевичем Глазевым с нашим коллегой уже многие годы он основатель он отец школы экономической безопасности без преувеличения в мире в мире есть две концепции экономической безопасности это концепция Рузвельта но это сильно отличается от концепции Глазева потому что концепция Рузвельта это послевоенная концепция для образования среднего класса в Америке не для мира для конкретно для американцев школа экономической безопасности конкретно таблица Сергея Юрьевича Глазева предназначена для всего мира в первую очередь для наших стран это минимальные пороговые значения экономических угроз и мы все должны знать это наизусть потому что через определенные пределы некоторые явления становятся угрозами если мы не будем реагировать на эти угрозы не будем сокращать их не говоря о том что если есть возможность надо ликвидировать эти угрозы то зря мы говорим о перспективах развития об интеграции о кооперации и других отцов если существуют угрозы даже в отдельно взятой стране то развитие будет хромать так так что нам следует эти санкции воспринимать как красный флажок и у нас по моему убеждению есть очень много ресурсов для того чтобы мы могли бы наладить эту кооперацию внутреннюю кооперацию и уже вырисовывать уже ту позицию которую мы будем иметь по отношению к третьим странам так же как это имеет такую политику проводит Евросоюз сегодня я хочу еще остановиться на том что нет ни одной страны в Евросоюзе в Евразийском союзе которая не имела бы проблему в области продовольственной безопасности наверное единственная страна это Беларусь которая занимает сегодня уже чуть-чуть ухудшили с позиций из-за этих санкций но по итогам 20-го года Беларусь занимает первое место в мире по обеспечению продовольственной безопасности надо учиться в Беларуси конечно надо надо обменяться опытом в сфере энергетической безопасности вот неоднократно я говорил о том что Россия прекрасно владеет не только экономической дипломатией но и конкретно газовой дипломатией и блестящее проявление газовой дипломатии совершенно недавно когда Россия предложила своим недругам так сказать недружественным странам платить рублем я как экономист был очень рад потому что давно надо было это делать и сразу вот сразу вот если наблюдать что происходило на рынке ценных бумаг и финансовом рынке сразу вот колебания и стабилизация российского рубля была очевидна постепенно я не говорю сразу уже само заявление об этом когда журналисты мне спрашивают как вы относитесь к тому что Армения будет платить в рублях дорогие мои я в 2014 году сам предложил нашему правительству моему счастью наше правительство Армении предложило России но мы были непоследователи это совершенно нормальное явление когда две страны дружественные страны братские страны рассчитываются во взаимной торговле национальными валютами они используют третьи валюты такого нет в мировой экономике это аномалия а то что происходит или будет происходить сегодня это совершенно нормальное явление и забегая вперед я вам скажу что именно такими шагами мы пойдем к формированию единой финансовой системы и единой валюты ведь до того как образовать вести единую валюту и не обязательно что это был рубль не обязательно была какая-то национальная валюта какая-то коллективная валюта должна быть до этого для расчетов как европейцы создали в 1979 году после того как вытеснили золото из обращения американцы и стала гегемония уже доллара и тем самым все наши национальные экономики снизят уровень долларизации вот это тоже на мой взгляд хотя этого нет в таблице глазева но я считаю что уровень долларизации это огромная угроза для наших национальных экономик к примеру если в Армении уровень долларизации составляет около 70% в среднем в разные годы то соответственно можно делать вывод что доверяют национальной валюте только на 30% ну куда это годится можем ли управлять нашими экономиками имея вот такой большой уровень долларизации исходя из всего этого сказанного я считаю что мнение экспертного сообщества должно быть востребовано могут учитывать могут не учитывать но эксперты которые собираются в Ереване в Москве других странах Евразийского экономического союза у них конечно есть одна задача одна цель как способствовать развитию становлению и развитию союза и какие попытки помогут тем которые принимают решение я оптимистически смотрю на будущее на обозримое будущее считаю что разделяя точку зрения полностью Сергея Павловича что это также возможность это дает нам стимул для того чтобы собраться нашими возможностями я имел честь представить пару лет назад новую теорию преимущества кооперирования доказав что есть преимущества не только национальные конкурентные преимущества отдельных стран но надо выявить и реализовать общие наши преимущества они есть они существуют вместо того чтобы вытеснили друг друга из общего рынка мы должны найти те сферы где мы можем просто кооперироваться и прекрасные есть примеры из мировой экономики это тот же Airbus в производстве которого принимают участие более 28 стран наши страны могут найти другие товары другие сферы другие услуги я радуюсь тому что мы очень часто говорили о том на наших форумах что информационные технологии высокие технологии они как-то развиты в Армении и есть большой спрос в ЕАЭС в том числе в России и так далее вот санкции послужили толчком чтобы наши две страны частные секторы двух стран стали сотрудничать то есть нет худа без добра дорогие мои и мы должны искать найти эти сферы спасибо за внимание спасибо за внимание Продолжение следует... 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 составив 25,5%. По нашей оценке, в условиях членства Армении в Евразийском экономическом союзе резкое повышение доли Европейского союза в структуре импорта зерновых не вытекает из логики развития единых экономических интеграционных процессов, и в этом смысле необходимо провести всесторонний анализ и четкое таргетирование государственной политики, поскольку убеждены, что иной альтернативы импорта зерновых, кроме рынка России в первую очередь и в целом Евразийского экономического союза, нет. Существенное влияние на развитие и конкурентоспособность животноводства имеет состояние производства кормов, поскольку обеспечение оптимального пищевого рациона животных попросту невозможно без высокого уровня кормовой базы и кормовой обеспеченности. Ежегодно после 2016 года фиксируется значительное, а самое главное опасное сокращение пассивных площадей кормовых культур в среднем примерно на 9% в год. Фактически сократилось более 1 трети всей основной кормовой базы республики. Одной из проблем продовольственной безопасности Армении является увеличение объемов производства зерновых культур. Следовательно, повышение степени самодостаточности по части основной зерновой продукции. Хотя невозможно 100% обеспечить самодостаточным быть в этом виде продукции, но все равно есть возможность путем повышения хотя бы урожайности частично смягчить данный вопрос. Однако в последний период, в 2016-2020 годах, в Армении зафиксирован спад объемов производства пшеницы в среднем на 55 тысяч тонн в год. В результате, в 2020 году объемы производства пшеницы составили 132 тысячи тонн, что более чем на 50% уступает уровню 2011 года. Ну и как следствие, эти сокращения сопровождались ростом объемов импорта. Таким образом, результаты анализов показывают, что в области развития отрасли сельского хозяйства Армении имеются множество проблем, которые еще более усугубились в последние годы. Фактически, с одной стороны, интеграционные процессы на едином рынке Евразийского экономического союза создают наилучшие предпосылки для развития рынков экспорта продовольствия, а с другой стороны, в сельскохозяйственное производство вовлекается все меньше пассивных площадей. Это еще в условиях малоземельности Армении. Все, в конце концов, приводит и к структурным трансформациям отрасли. Очевидно, что возникает необходимость радикального пересмотра и усовершенствования государственной политики в области сельского хозяйства, поскольку единое таможенное пространство и углубление интеграционных процессов в Евразийском союзе создают серьезнейшие предпосылки для экспорта большого объема качественного армянского продовольствия и его устойчивого позиционирования на рынках стран-членов ЕС. Относительно товарооборота внешней взаимной торговли Армении можно констатировать, что официальные данные последних лет свидетельствуют о незаменимой роли привлекательности и жизненно важном значении рынка Евразийского союза. По показателям опережающих темпов роста объемов экспорта в направлении ЕС имеет неоценимо большое значение и, что самое важное, чрезвычайно большой потенциал предпосылки для их расширения и развития. Кроме того, нам кажется необычайно важным, что объемы экспорта в направлении всех стран Евразийского экономического союза выросли опережающими темпами. В этом контексте наиболее актуальным становится вопрос существенного увеличения объемов экспорта продовольствия и масштабной стабильной поставки армянского продовольствия на рынок Евразийского экономического союза, что предполагает значительное увеличение объемов сельскохозяйственной продукции и, следовательно, радикальный пересмотр аграрной политики страны. У нас была возможность даже в период, когда Россия вводила санкции на ввоз в Россию винодельческой продукции из Грузии, Молдавии, и даже в этот период, когда была широкая возможность наш товар показывать в России, даже практически занимали 0,07% от потребностей в винодельческой продукции России. Возможности есть? Страны Евразийского экономического союза продолжают импортировать в значительных объемах свежие овощи, фрукты, корма, семена, технологическое оборудование, то есть те товары, произвести которые можно внутри союза. Практически, если в целом по показателям посмотреть, то евразийские страны в целом, Евразийского экономического союза, практически по всем продуктам продовольствия самообеспечены. Но по отдельным странам, в том числе Армении, конечно, по основным продуктам им малообеспечены. Что даже вызывает возмущение, что до сих пор за 30 лет мы не можем хотя бы приблизиться к близкому союза обеспеченности по мясу птицы. Что совершенно непонятно для нашей ситуации. Современные цели единой аграрной политики состоят в обеспечении стабильности, снабжении продовольствовательными товарами и достойного уровня жизни населения, поддержке стабильности аграрных рынков, а также в разработке мер, позволяющих быстро и гибко преодолевать последствия кризисных явлений в экономике. Развитие интеграционных процессов позволяет обеспечить рост благосостояния населения, повысить продовольственную безопасность государству евразийского пространства, а также обеспечить рост конкурентноспособности аграрной продукции не только на региональном, но и международном рынках. Благодарю за внимание. Уважаемые коллеги, слушая профессора Казаляна и изучая его уже вторую статью за последние 4 месяца, я должен сказать следующее. Конечно, то, что мы теоретики евразийской интеграции говорим, нужно наращивать, нужно увеличивать экспорт готовой продукции, нужно серьезно подумать о резервах для увеличения нашего экспорта в страны и союзы. Это все хорошо, но когда мы слушаем конкретные данные и их анализ специалистов в аграрной сфере, это, конечно, тревожная ситуация. Это тревожная ситуация, и я думаю, что мы все должны разделить эту тревогу авторов этой публикации, профессора Казаляна и его друзей Артана Алексаняна и других. И я думаю, что, ну, как минимум, как эксперты, мы должны регулярно озвучивать эту обеспокоенность нашу, потому что вместо того, чтобы все время увеличивать сельскохозяйственную продукцию, потому что это наша ниша в евразийской экономической интеграции, мы говорим о системном сокращении армянской готовой продукции в сфере аграрного производства. Спасибо вам за вашу озабоченность. Спасибо. И последнее наше выступление. Друзья, не могу в качестве бывшего телеведущего с удовольствием не сказать, что сейчас выступит Санвел Манукян после своего выступления в июне 2021 года на заседании Евразийского экспертного клуба. Он стал самым цитируемым армянским социологом СМИ. И мы не зря сейчас к нему обратились с просьбой развивать то, что он нам говорил в прошлом году на основе каких-то новых данных и каких-то новых исследований. Думаю, его эссе – это очень хороший конец нашего круглого стола. Вам слово, Самвел Аршалович. Спасибо, уважаемые коллеги. Я просто расскажу коротко то, что написал, потому что написанное уже находится на сайте. Я хочу тезисно рассказать о том, что написано и опубликовано уже. Первое – это то, что мы все время упускаем историческую память нашей молодежи. Это упущение мы видим, к чего может привести на примере Украины. За 30 лет привели к тому, что братские страны сегодня уже находятся в таком кризисном состоянии в отношении друг друга. Что сегодня происходит в Армении? Разрыхляется историческая память и особенно память о последних 200 лет российско-армянских отношений. И вот, общаясь со студентами-социологами, я все время вижу, что абсолютное большинство не знает просто историю Армении, особенно вот последние 200 лет, очень важные 200 лет для истории Армении. А те, которые кое-что знают, они просто не понимают историю Армении. Это очень большая проблема, и поэтому я бы хотел очень кратко представить вот последние 200 лет, как пять этапов новейшей истории Армении. Вот начиная с 1828 года, когда Восточная Армения, то есть та Армения, которая сегодня существует как независимая республика, воссоединила с Россией, Российская империя ввела очень проармянскую политику в нашей стране. Вот в 1827 году на территории сегодняшней Армении проживало всего 97 тысяч армян. Остальные были кочевые, полукачевые курдские и тюркские племена. И вот политика России была при соединении этих земель, а потом приток армянского населения вот на свою историческую родину, откуда они были изгнаны за 17-18 лет, когда 10 раз были турецко-персидские войны, прямо на этой территории, откуда оседлое население, просто уходило. Вот когда после присоединения Восточной Армении к России наступил мир, армяне начали приезжать обратно. Это и из Персидской империи, и Османской империи, и из других частей. Это продолжалось до 1913 года, когда в Армении проживало уже 1 миллион армян. Я когда буду говорить о количестве населения, я говорю о количестве армян. 1 миллион армян. То есть первый этап – это как бы возвращение родины и возвращение армян на свою родину. Если этот этап разделить на два этапа, то начиная с 1860 года, когда в России началось сначала народническое движение, а потом социал-демократическое движение, и все эти идеи начали приходить в Армению. Армяне обучались в России, обучались в Европе, и приезжали опять в Армению здесь, начиная с становления национальной идеологии, становления политического сознания сначала в элитах, а потом в народнике. И это было первым шагом для того, чтобы перейти к третьему этапу, когда Российская империя рухнула. Если бы не было вот этого 50-летнего этапа становления политического сознания армянских элит в Армении, то мы бы не смогли восстановить через тысячу лет нашу государственность. Третий этап – это 18-20-е годы XX века. Вот наша первая республика, которая очень быстро исчезла из-за того, что очень многие этот период рассматривают сугубо как результат региональных процессов. Но если рассматривать в более широком контексте, в контексте мирсистемного анализа, то это был период первых двух мировых войн, которые мирсистемщики считают одной большой мировой войной. Это был период изменения гегемона в мировой системе. Британия уступала свою гегемонию, и было неизвестно, кто станет следующим гегемоном. Германия и Соединенные Штаты. И вот за этот период, почти 40 лет, 40-летний переходный период, оказалось, что Соединенные Штаты все-таки стали гегемоном. И вот наша первая республика в таком тяжелом состоянии оказалась, потому что рухнула Российская империя. Российская империя рухнула именно из-за вот этого мирсистемного перехода, когда полуперифия, которой считалась царская Россия, должна была как-то воссоединиться с центром миросистемы. Что из этого получилось? Получилось то, что Российская империя воссоздалась как Советский Союз и опять воссоздал свой статус сильной геополитической конструкции. Армения опять вошла в большое русское пространство уже как в Советский Союз. И многие аналитики, историки, экономисты и социологи, они считают, что вот эти 70 лет Советской Армении, когда Армения и Армяне находились в Советском Союзе, в Советской империи, как хотите, так и называйте. Это был золотой век армянского расцвета. Не было такого. Если мы считаем первый золотой век, это пятый век, культурный золотой век Армении, то золотой век Армении как технологической индустриальной нации – это Советская Армения. Это был четвертый этап. После того, как произошло крушение Советского Союза, мы стали независимой республикой. Это опять же совпало с миросистемным переходом, который описывался вот этими учебными, в первую очередь Эммануилом Валестарном, его коллегами, итальянским ученым Ориги. В 1991 году, когда рухнул Советский Союз, вдруг появилась эта теория Фукуямы о конце истории. Так как это была идеология, которая хотела увековечить однополярный мир, гегемонию США, поэтому она была распространена по всему миру. Но 30 лет тому назад Эммануил Валестарн описывал то, что крушение Советского Союза – это начало крушения либеральной системы, мировой системы, и мы еще увидим большие войны, и мы увидим то, что сегодня происходит. То есть те ученые, которые действительно понимали миросистему, понимали хотя бы последние 500 лет мировой истории, они предсказали 30 лет тому, что будет сегодня. И то, что сегодня происходит, вот этот переход, Соединенные Штаты теряют свою гегемонию, и неизвестно, кто будет следующим гегемоном, и неизвестно, будет ли один гегемон или несколько гегемонов. То есть вот это очень важные мировые проблемы, решение которых пока неизвестно, и мы находимся опять же в одном из этих полюсов коллизии вот этого миросистемного перехода. И вот понимание армянской истории последних 200 лет надо передать нашей молодежи, потому что иначе они просто не разбираются, что происходит не только в Армении, но и вокруг Армении. Не только вокруг Армении, но и в том большом пространстве, в котором мы живем. Вот российско-украинский конфликт, это на самом деле один из компонентов вот этого миросистемного перехода. И вот в этом контексте, вот это маленькое представление последних 200 лет армянской истории, я хочу вот это переложить на сегодняшние несколько, ну три проблемы, которые сегодня существуют в Армении. Первая проблема это то, что вот такой сложный период мы переживаем снижение лояльности армянского общества к армянскому правительству. Это снижение лояльности мы рассказывали еще год тому назад после выборов парламента Армении, когда было сказано, что после такого вот тяжелого поражения и исходя из того, где находится миросистема и где находится Армения в миросистеме, в Армении будут очень тяжелые процессы. Будет снижение благосостояния уровня жизни общества, а это будет иметь очень многие производные процессы. И так и случилось. Уровень благосостояния армянском обществе очень упал. С этим падение как бы идет параллельно с снижением лояльности общества к правительству Армении. И в такие тяжелые периоды они могут иметь очень плохие последствия. Однако, если исходить из политического поведения широких слоев в Армении, то на самом деле у нас можно ожидать не столько политические коллизии, а просто увеличение миграции, то, что мы уже видим. Если рассмотреть миграцию последних хотя бы пяти лет, начиная с 17-го года, я почему говорю в 17-й год, потому что это ключевой год для Армении, и надо серьезно переосмыслить то, что произошло в 17-м, а потом и в 18-м году. Второй год правления Карена Карапетяна привел к очень хорошим последствиям, экономическим и политическим последствиям. И уровень доверия к правительству Армении был на уровне почти 67-68%. Такого не было никогда, чтобы уровень доверия к премьер-министру был на таком высоком уровне. У Тель Петровсяна в 1991 году был очень высокий уровень, 90-91-92%. Но чтобы премьер-министр имел такой рендинг, такого никогда не было. Ну, что произошло, как произошло и почему произошло, это очень сложный вопрос со многими латентными процессами, о которых можно говорить, анализировать и осмыслить. Но что получилось? В 18-м, 19-м годах отток населения из Армении снижался. Это снижение было связано, и все это понимали, с очень большими ожиданиями от нового противостояния Армении. А потом произошло то, что уже знаем. 20-й год, война, а потом коронавирус, и опять же отток населения снизился, и снизился именно потому, что границы были закрытыми. И все эти социологи-экономисты, которые прогнозировали, что отток населения увеличится, это произошло в 1921 году. И в 1921 году отрицательный миграционный баланс в Армении составил 74 тысячи человек. Такого не было после 1994 года, этих военных лет, Первой Карабахской войны. И этот отток может оставаться на таком же уровне. Например, в 2011-2016 годах в среднем отток населения из России был 40 тысяч человек в год. Из Армении. Не важно. Ну, в основном Россию. Там 90 тысяч человек в городе. Да. Ну, здесь надо иметь в виду также трудовую миграцию, потому что весной больше уезжают, осенью больше приезжают. Но все-таки 74 тысячи за один год, 2021 год, это очень-очень много. И даже если это снизится до 50 или 40 тысяч человек для Армении, это очень плохо. Это очень плохо. То есть вот первый процесс, то есть процесс снижения благосостояния населения, снижение лояльности к правительству приводит к миграционному оттоку из Армении. Это два взаимосвязанных процесса, но я бы хотел остановиться на третьем очень важном аспекте. Это перекликается с украинскими процессами. Сейчас в Армении происходит замещение понимания того, что происходит. То есть вот то, что безопасность Армении в прямой зависимости от состояния России и российского большого пространства, это уходит. И в информационном поле все время периодически, систематически, системно проводится мысль, что вот такое состояние дел, это не соответствует интересам, национальным интересам Армении и Армены. Это очень опасный процесс. И этот опасный процесс имеет латентный облик. Я когда делаю исследование и рассматриваю, как изменяется отношение армянской молодежи к тому, что есть сегодня, я вижу, что этот процесс очень тяжелый, и они могут привести к разрыву какому-то. Ну, гром грянет и будет уже очень поздно. И поэтому вот я хочу вам рассказать о некоторых цифрах, которые я вывел в 2015 году, после 2014 года, когда начались эти украинские события в Донбассе. Я прозондировал отношения армянском обществе к Крыму, к крымской проблеме и к проблеме Донбасса. Что оказалось? После этого я говорю, это, конечно, можно считать устарейшими данными, но на самом деле это не устарейшие, потому что математическое моделирование во времени, и рассмотрение, как изменяется в разных поколениях отношение к этим проблемам, приводит к очень отрицательным размышлениям. Вот 75% в армянском обществе в 2015 году, они положительно относились к тому, что Крым воссоединился с Россией. И всего лишь 40% населения положительно относились к тому, что к донбассским событиям. Что это означает? Это означает то, что, в общем-то, когда люди знают, что было на самом деле, у них отношения бывают на основе своих знаний. А если очень коротко поговорить на эти темы, то процесс, когда Нагорный Карабах перешел к Азербайджану, процесс, когда Крым перешел к Украине, процесс, когда в 2019 году Донбасс перешел к Украине, они, по сути, имеют одну и ту же парадигму. Это были политические и партийные решения, которые были оставлены на целесообразности того дня, вот от тех времен. Но они, по сути, имели один и тот же генезис. И то, что вот в Армении практически никто не знал историю Донбасса, а что было тогда, это приводит к тому, что отношения к событиям в Донбассе тогда и особенно сегодня, когда идет война, это очень, имеет очень большой отрицательный потенциал по отношению к России, очень большой. И поэтому необходимо на это обращать большое внимание. И вот что оказалось? Оказалось, что в том 2015 году люди старше 60 лет относились положительно к воссоединению Крыма к России. 90% это почти как в референдуме в Крыме. А у молодежи это было приблизительно 55%. А у нас еще хуже. А потом более глубокое исследование данных привело к тому, что мы поняли, что уровень образа не только возраст приводит к очень сильному изменению отношения, потому что с возрастом очень многое меняется, информационное поле меняется, образовательные парадигмы меняются, но меняется и другое. Оказалось, что люди старшего поколения, чем выше было образование, тем они больше относились положительно к воссоединению Крыма и Донбассовым событиям, потому что они просто знали об этом. А вот у молодежи уровень образования не имел никакого значения. Что это значит? Это означает, что молодежь плохо знает историю безотносительно своего уровня образования. И те, кто имеет высшее образование, и кто имеет среднее образование, все равно не знают эту историю. Это очень большая проблема. Мы годами говорили об этом, я сейчас заканчиваю, мы годами говорили об этом, но продвижек нет. Несколько раз делали предложение, каким образом это изменить состояние, но, опять же, продвижек нет. Сейчас очередное предложение. Необходимо создать, к сожалению, уважаемый посол России не здесь, необходимо создать сотрудничество между первым армянским телевизионным каналом и государственным телеканалом в России «Звезда». Канал «Звезда» имеет очень большой архив научно-популярных исторических документальных фильмов и разных таких фильмов, которые очень подробно на научной основе объясняют все эти процессы, которые были когда-то лет 50 тому назад, 100 или даже больше. И вот можно вот этот архив использовать на первом канале армянского телевидения, который смотрит почти 75%. Нет никакого другого источника информации, который мог бы массовым образом заниматься ликбезом населения Армении по историческим вопросам. Если это сотрудничество было бы создано, то это было бы очень хорошим подарком на 30-летие армянско-российских дипломатических отношений. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Аршалуйцевич, дорогой, за опять стабильно хороший, выдержанный в научном духе доклад. Это действительно наводит на всякие размышления и желание что-то сделать. Дорогие друзья, спасибо уважаемым докладчикам за доклады. Спасибо господам Аджибаеву, Назарову, Аксенову за то, что досидели до конца. Вы хотите что-то сказать, да? Да, давайте, давайте. Только недолго. Идите сюда к микрофону. Беларусь под санкциями находится с 2008 года. То есть, впервые, когда США тогда ввели санкции в отношении нашего концерна «Белнефтехим». С тех пор, ну, в той или иной степени, значит, санкции усилились, усиливались, расширялись, в меньшей степени иногда приостанавливались. Да, но в таком режиме Беларусь вот прожила достаточный период времени. Но самое, конечно, страшное, это после, значит, в 2020 году, когда уже санкционное давление перешло все рамки и, значит, не ограничивалось только введением санкций в отношении физических и юридических лиц, ну, и перешли уже на уровень секторальных санкций. И более того, даже, значит, по ряду факторов, да, таких, как, например, ситуация с бортом Рианейра, да, после, значит, отчета ЕКАО о том, что никакого преднуждения к посадке этого борта не было. Но, тем не менее, санкции в отношении нашей национальной, например, авиакомпании «Пилавия» так сняты и не были. Хотелось бы отметить, что в условиях такого беспрецедневного санкционного давления самым, наверное, лучшим ответом наших стран на вот эти экономические реструктивные меры – это, опять же, политизирование. Вот, и будет увеличение товарооборота между странами ЕАЭС, ну, и в целом, да, дружественными странами. И в этой связи хочется отметить, что в тот период, в тот период первого года, когда Белоруссия находилась под многими пакетами, кстати, состромами, сельского Запада, и в целом, да, дружественные страны. чай, кофе, канапе и сладости. Скромно, но с большим сердцем. Пожалуйста, будем продолжать наш обмен мнениями уже на фуршете. Спасибо всем, кто досидел до конца. Спасибо. До свидания.